Всем привет! Это наш пятый видеоблог. Дело начинается с того, что мы едем в Москву. Мы уже на полпути. Осталось 400 километров. Ехали мы где-то в софт 10. Вот в второй раз же приедем. В наших планах снять небольшой трип по паркам Москвы. Мы поедем в Кузьминки, Волтуфьево. Будем везде просто кататься. И уже 6 числа поедем на контест. Вот мы уже... Не спать, я чуть-чуть. Вот мы добрались в Москву. И по приезду мы остановились у нашего тем-менеджера Лехи Лест. Да, вот так мы и живем в однокомандной квартире. Сколько у нас там? Дофига просто. Очень дофига. У меня одному тут ясно еще эти. Вот мы приехали в парк Кузьминки. Которые находятся недалеко от дома Лехи Лест. Тут очень много самокатеров. И местные парни говорят, что их приедет скоро еще больше. КОНЕЦ. 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 Так, после Кузьминок мы приехали в KFC отдохнуть, мы там не смогли кататься потому что там очень много самокатеров и сейчас мы направляемся в садовнике. По пути в садовнике я нашел себе друзей по разуму и сейчас я буду с ними веслиться. Рассказывай, что там, хорошо все, да? Сейчас будет классно. А с Москвы? Ты в Москве или с Москвы? А ты в Москве? А ты в Москве? Сейчас, да, ну, что я буду в Москве? Хорошего понемножку и мы передвигаемся в садовнике. Унылый Влад сидит и ждет нас, он очень унылый. Он очень грустный. В парке народу очень много. Тем не менее, мы уже сняли один трюк. Надеемся, когда стемнеет и заткутся фонари, и не будет народа, мы сможем снять еще несколько трюков. ПЕСНЯ 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 Вот мы добрались за парк Алтуфио, поснимали несколько крутых линий. Сейчас мы спросим впечатления у Ути. Утя! А это кто? Это Утя! 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 Расскажи впечатления о этом парке и вообще о всем. Сокольников лучше. Это был пиар Сокольников? ПЕСНЯ Леха, а что ты передашь Краснодару? Привет передам и хочу очень покататься в новом парке. Когда приедешь? Ну, наверное, осенью встречу. А ты, Вася, что передашь Краснодару? Тоже всем привет, всем Краснодарским. Когда приедешь? Всем привет, я да. Ай! Вася! Вася! И вот мы пришли отдохнуть после Алтуфьева, покушать, зарядить камеры, поехать в Плазу, потом, когда стемнеет, опять Алтуфьева. Парковка тут у нас такая. И вот замок, труба и раз там. Ну, короче, много. Шесть великов, да. Все нормально. Вот Жига тут, там Влад, Утя. И все круто, да. Пошел, пошел, пошел! Мы поднялись на 55 этаж, и отсюда видно просто всю Москву. Тут очень красиво. Сейчас 22.40, и скоро мы будем выдвигаться домой, и завтра уже будет BMX Contest. Здрасте, что вы на это скажете? Ребят, позавчера приехал, парканулся. Из парка все, кто не райдеры, кто не... Пришел и просто офигел, что с тачкой сделали, посмотри. Очень много народа лишнего. Как мне домой ехать теперь, в Ростов? Все, тачки жопа, я ее тут оставлю. Пацаны, так что кому кайф, забирайте, приезжайте, мне на нее насрать теперь. Вот вчера мы отдохнули, выспались, поели, и сегодня мы уже на раскатке, на Face of Slaces. Сегодня стартует Contest How to Dance. Малой готов делать трюки. Жига тоже готов делать треки. Я поехал. Нет. Снимай. Ну что, вот от гремела квалификация, сейчас будут полуфиналы. Просто нереальные соревнования. Полный андеграунд, парни закрывают спот. Ну, посмотрим, что будет в финале. Сейчас дождь должен пойти, если дождь не пойдет, то все ништяк будет. Выставка приурочена к десятилетию XSA, хотя везде написано Faces and Laces, из House of Wands, но мне кажется, это так, прикрытие. На самом деле, все это только для XSA. Меня аттрактор просто вдохновляет, поэтому я тебе буду говорить около него. А, ну еще надо к кирпичу пойти. Ну, секрета на самом деле нет. Есть Металлика и Мон. Еще есть секрет кулинарии. Один единственный, ладно, существует все-таки секрет. Это Эрик. Познакомьтесь. Эрик нашелся сегодня один из тысячи. Вот. Но я сразу его увидел, и думаю, что это была без преувеличения судьба. Пока что у нас не налаживается отношение с Эрнестом, но, как говорится, чем труднее начало, тем легче потом. Вот. Я надеюсь на взаимопонимание с Эриком, но я думаю, что он аналогично считает. На самом деле, если не считать, как бы, фигуры, которые, ну, скажем так, для некоторых из райдеров считаются тоже элементами стрита, то парт достаточно получился уличный, атмосферный. Вот, допустим, вот эта вот вылитая штука из бетона, на автодору, на поддонах, каких-то бочкой и старый Мерседес. Очень круто смотрится. Это BMW, Давид. А, это уже непонятно что. И, конечно, этот ковш. Этот ковш, который охраняют эти молодые люди. Вот. В целом... А мы сейчас у них и спросим. Ребят, как вы относитесь вообще к этой фигуре? Это нормально то, что ребята катаются по ковшу? Я считаю, это немного опасно, если честно. Потому что вот с этой стороны немного непродумано. Ну, как бы... Ну, даже, да, для улиц. Но все равно экстремалы на такие ковши не прыгают. Я, честно скажу, я 10 лет катаюсь, я такого не видел. Ну, серьезно, как вы считаете... Ну, сегодня, вчера вы увидели соревнование. Вот, по отношению ко всем остальным фигурам. Вот, что вы скажете? Степень опасности из 10 баллов. От 1 до 10. Это чисто для моего видео. Наверное, 9-8. 9, опасно. А вы как считаете? Честно, я солидарен. Что хочу сказать по поводу вот этой бетонной штуки. Вот. В принципе, Вэнса оф зе вулл, типа, приготовил нам такую вот штуку. Но я, честно говоря, как бы немного расстроен тем функционалом этой штуки. Я не знаю, как ей пользоваться, правда. Все, что я смог придумать на ней, залезть на нее и ударить себя. Огромное спасибо райдерам и команде XSA за вот такую вот штуку. В ней можно делать крутые салфачи. Вот. Особенно, если у вас есть такая камера. Ну, а что касается самого функционала этой фигуры. Да, она очень красивая. Но функциональная часть, к сожалению, наверное, пока что не для российских райдеров. Потому что действительно тяжеловато. Не хватает фантазии для уличных райдеров, что здесь придумать. Вот. И даже с 10-летним стажем катания я не могу сказать, что здесь можно сделать что-то креативное. Была мысль перепрыгнуть туда, но это была одноразовая мысль. И такая же, наверное, как и была бы попытка. Вот. Идем дальше. На стену. Очень крутая стена. Сегодня, на мой взгляд, эту стену закрыл именно райдер, который... Ну, как бы он катается везде. Ну, вообще, это эталон, наверное, все-таки паркового катания. Это Константин Андреев. Вот эта вот стена. Чем она хороша? Тем, что она имитирует перила и накат для колясок. Типа там могут спускаться старушки всякие разнообразные. Вот. Вот таким образом спускается старушка. Внучок, помоги сойти. Вот таким образом поднимается старый дед. Ну, или дед алкоголик. Вот так вот. А парни здесь просто катаются прям по над этой перилой. Очень крутая вещь. И респект тем чувакам, которые прыгают отсюда туда. То есть своими силами. Да. Именно улицу. Показывают улицу. Вот. Ну, в принципе, все. Что сказать о парке? Парк очень понравился. Очень. Правда. Ну, убрать пару элементов. Там бы я поставил таблетку. Но это... Кому интересно мое мнение просто, это действительно интересная фигура. Но таблетка там смотрелась бы более стритовой, я считаю. Если все-таки кому-то интересно мое мнение. Все остальное просто. Респект. Класс. Кататься здесь было большим для меня вообще опытом. И я надеюсь, дальше будет еще лучше. Спасибо, ребята. Спасибо, Валя. Вот закончился полуфинал. И финал, похоже, будет сорван. Но мы надеемся на лучшее. Я не буду этого говорить, потому что это вранье. Вот и все. Пошел дождь. Финал сорвался. И результаты будут по полуфиналу. Вот немного стих «Дождь». И сейчас будет награждение. Вот Иван Николаев. Пятое место. Пятое, да? Четвертое место. Гарко Партем. Рыжий. Третье место. Илья Берсецкий. Второе место. Давид Бутко. И первое место. Константин Андреев. Вот так вот прочел контест. House of Vents. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok